Память святителя Льва I, Папы Римского. Вечером 3 марта 2020 года, во вторник Первой Седмицы Великого Поста, Святейший Патриарх Кирилл совершил Великое Повечерие с чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, города Москвы. В течение Святой Четыридесятницы мы обращаем особое внимание, или, по крайней мере, должны обращать особое внимание на свое внутреннее состояние. И для того, чтобы наш взор вовнутрь себя был зорким, чтобы мы могли подмечать не просто свои какие-то грехи, хорошо нам известные, но даже же и греховные ошибки, которые совершаем в жизни, мы должны воспитывать в себе эту способность, видеть свои грехи. Во время Великого Поста мы используем особые средства к тому, чтобы изменить состояние души своей к лучшему. И, в первую очередь, это сам пост, воздержание не только от скоромной пищи, но и от той части нашей повседневности, к которой мы привыкаем, но которая несет в себе некие отрицательные сигналы, влияющие вредно на нашу душу. Это предполагает ограничение участия в различного рода развлечениях и вообще в том, что может как-то рассеять наше сознание. Потому что не только пища и питье, но и, опять-таки, влияние внешней среды могут быть весьма разрушительными по отношению к тому, что мы созидаем в течение Великого Поста, работая над своим внутренним человеком. Говоря о посте и о молитве, о великих силах, способных повлиять на состояние нашей души, мы должны еще обратить внимание на нечто очень важное, что является и способом, и средством изменения нашего духовного состояния. Этим средством является милосердие, то есть совершение добрых дел. Не всякий говорящий Господи Господи будет удостоен Царствия Божия. И не каждый повторяющий молитвы будет удостоен Царствия Божия. Но только тот, кто ответит на призыв Господа творить дела милосердия. И это совершенно очевидно, потому что через дела милосердия, через добрые дела, мы проявляем самих себя вовне. Именно в этом доброделании и является наша собственная правда, часто сокрытая от окружающих людей. Правда, нередко мы добрые дела совершаем так, чтобы другие видели. Но это уже не доброе дело. Это лицемерие, которое было присуще ветхозаветным фарисеям, и которые Господь сурово осуждал. Потому что внешняя религиозность как бы давала этим людям некую защиту от критики со стороны. Они могли себе позволять нечто совсем не богоугодное, но как бы совершая дела внешнего благочестия, принося жертвы, расширяя воскрилия одежд и исполняя прочие внешние предписания, создавали для внешних людей иллюзию своего благочестия. Господь неоднократно обличал фарисеев. И вот одним из самых сильных обличений и была эта фраза, взятая им из пророка оси, не жертвы хочу, а милости. Это настолько была радикальная фраза, которая не могла не задеть за живое большинство людей. Потому что в сознании ветхозаветных верующих жертва была высшим проявлением религиозности. Казалось, ничего не могло быть выше жертвы. Ведь жертву Господь сам повелел приносить ему. И мы знаем, что первая жертва была принесена Авелем там, в самом начале жизни рода человеческого. И вдруг Спаситель поставляет жертву на второе место и первое место уделяет милосердию. Действительно, это был вызов огромной силы. И, наверное, эти были слова особенно обличительны для фарисеев, которым даже настоящая эта жертва была не по плечу, а только так, создание впечатлений о некой жертвенности, которая, однако, укладывалась в рамки существовавшего тогда обряда и действительно создавала иллюзию благочестия. Господь отвергает такое благочестие. Милости хочу, а не жертвы. Вот эти слова и сегодня пронзительно звучат для всех нас. Иногда мы забываем о милости. Не хватает у нас сил разделить с другими людьми их горе, их боль, проявить к ним заботу, просто совершить доброе дело. Но давайте спросим себя, как часто мы эти дела совершаем. разве мы можем соотнести по месту в нашей жизни заботу о себе, как мы тщательно эту заботу осуществляем. Мы постоянно ходим по магазинам, не только покупаем самое необходимое для жизни, но и покупаем иногда, особенно те, у кого есть средства, много ненужных вещей. мы погружаемся в суету этого мира, мы действительно поставляем самих себя в центр бытия и максимально свою похоть обслуживаем, жертвуя на это деньги и время и силы. Где же здесь милость, которая выше жертвы? Призыв Господа быть милосердными это самый сильный призыв. Потому что милосердие, а не жертва, открывают перед нами двери Царствия Небесного. И памятуя об этом, мы должны постоянно помнить и те слова «Будьте милосердны, как Отец Ваш милосерден есть». Да поможет нам Господь молитву и пост соединить с милосердием, не откладывая совершение добрых дел ни на следующий год, ни на какое другое время в году, а совершая эти добрые дела прямо сейчас. И достаточно только посмотреть вокруг себя и увидеть, как существует достаточно много людей, нуждающихся в нашем милосердии, иногда в материальной помощи, потому что для некоторых небольшая даже лепта помогает решить какие-то очень и очень большие для них проблемы. Милосердие проявляется и в условии, и в соучастии, и в поддержке, и как все это изменяет человеческую жизнь к лучшему. И от совершения дел милосердия приходит благодать Божия не только в сердца тех, кому милосердие адресовано, но в первую очередь к тем, кто дела милосердия совершает. Будем помнить, что средствами спасения предлагаемыми нам в том числе и для правильного прохождения постного поприща является пост, молитва и милосердие. И совершая одно и другое, не будем забывать о последнем, которое в очах Божиих является не последним, а первым, потому что именно о делах милосердия, как свидетельствует о том Евангелие, спросит нас Господь на последнем страшном суде, на котором и будет определена вся последующая вечная жизнь каждого из нас. И да поможет нам Господь свои молитвы, постное поприще, обратить в первую очередь в добрые дела, дабы исполняя заповеди Божии сподобятся оправдания и в этой жизни, но и паче же в конце истории, когда все будем судимы и когда перед нами откроются врата вечности. Аминь. Спасибо.